Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Доброго здоровьица! В эфире «Целебная кулинария». В гостях у нас телеведущая Таня Ларич. Здравствуйте! Моя помощница. И мы сегодня решили передачу посвятить напиткам, которые можно использовать в жалкое время года. Потому что жарко, действительно. А чем утолять жажду, чтобы не просто ее утолить, но еще получить и пользу. Вы знаете, я слышал, итальянцы, они очень любят апельсиновый сок. И я решил сделать как раз и апельсиновый сок, и смесь апельсинового сока с грибфрутовым. Для того, чтобы… Чтобы усилить витамин С. И к тому же, как раз, чтобы этот сок очищал нам и легкий организм, и даже способствовал стройности. Мы как раз сделаем сок необычный, а сок грибфрут и апельсины. И посмотрим, насколько он вкусен и полезен. Для этого мы будем использовать соковыжималку для цитрусовых. А также мы с вами сделаем и другие соки, и в том числе соки. Обычно я сладкие делаю, а мы сделаем соки и не сладкие. Вообще, конечно, такое богатство сейчас на столе. И вот эти апельсины, ой, какие они классные внутри, посмотрите. Давайте. Да, и грибфрут просто радует, запах идет. Но у нас и морковь, и свекла, и сельдерей, и кабачок, и яблоки, и огурцы, и даже помидоры. Да, и из всего этого мы сделаем сок, чтобы опробовали и знали, насколько это все полезно. Итак, начинаем делать сок. Делаем грибфрутовый сок сначала. Какая бесшумная соковыжималка. Да, это особая соковыжималка, которая, видишь, вот так вот давит. Итак, грибфрут давим. То есть для цитрусовых применяется другая соковыжималка. Вот эта соковыжималка, она используется больше для твердых овощей, фруктов, такие как яблоки. Она нормальных дает морковь. А вот для цитрусовых все-таки лучше... Центрифуга такая. Да, это центрифужная. Метод центрифуги. Помните французский фильм «Вотель» с Жераром Депардье, когда случился казус, он распорядитель больших праздников, и по каким-то причинам отсутствовали подсвечники. И он взял из тыквы, собственно, сейчас эти половинки кожуры грибфрута напомнили мне этот эпизод. Взял половинки тыквы, как-то их там украсил, и поставил туда свечки. Все такие, ой-ой, там эти короли, принцы, какая, мол, прелесть. Ну и он говорит, да, вот я там из Индии подсмотрел. Ведь много остается, смотрите, какие интересные чашки. Да, чашечки действительно интересные, их можно использовать. Ну вот так вот где-то в саду, да, на даче, те же маленькие плавающие вот эти вот обычные свечки поставите, вот тебе, пожалуйста, подсвечник. Хорошо. Можно так. Итак, сейчас мы будем опробовать первый наш сок. А я думаю, почему же не льется? А тут вот какая система. А, ну и тут сделано. Раз. Так, это один садчочек. И вот сразу вопрос про объем. Сколько можно выпить апельсинового грибфрутового сока в день? Апельсинового грибфрутового сока в день можно выпить, конечно, каждому по желанию, но для того, чтобы они принесли пользу и ничего там не перевозбуждали, я думаю, что можно где-то без, как бы сказать... Стеснения? Выпить пол-литра, но не за один раз, а в течение дня. Не будем тянуть котя за хвост. Будем здоровы. Да. Что? Прекрасно. Освежает сто процентов. И действительно, смесь с грибфрутом дает такую горчинку, которая есть в самом фрукте, да? Да, небольшая горчинка. Небольшая горчинка. Которая освежает, которая стимулирует нас. И слишком много сладкого не должно быть, потому что сладкое вроде бы приятно, но, оказывается, оно сушит организм. Сладость. Поэтому пополам, напополам грибфрутовый сок, сок апельсина, получается такая интересная смесь, которая нас делает такими свеженькими. Еще я подумала, что на основе этого сока можно сделать прекрасный соус для рыбы. То есть вот я как-то слышу там чуть-чуть хруста белого лука и чуть-чуть этого чесночка. И вот как-то с зеленью, чтобы это было с мякотью больше, чем сок, потому что сок жидкий. Мне кажется, получится очень вкусный соус. Я думаю, соус это одно. Итак, мы с вами сделали сок из цитрусовых. Старайтесь, чтобы он был менее сладок и разбавляйте его грибфрутовым. И вы не только будете насыщаться прекрасным соком этим, получать вкус, но еще стройнеть. Потому что вот эти ферменты, которые здесь содержатся, они хорошо разлагают жиры. Поэтому человек стройнеет от этого сока. Но не перебирайте. Теперь? Перед тем, как вы перейдете к другим сокам, вы знаете, какой вопрос. Да. А ведь действительно можно из сока сделать десерт. Летом многие не хотят есть из-за жары. Ну, как-то вот не идет еда. И вот если сделать из этого сока десерт, то можно воспринимать это как пищу. Единственное, сколько времени должно пройти после приема пищи до вот этого десерта из сока? Нет, лучше всего тогда сок вот этот или десерт из сока выпить в начале, а потом уже покушать, когда появится аппетит. И, кстати, почему нет аппетита в жару? Ну, не хочется. Для того, чтобы его стимулировать, выпейте немножко сока. Отлично. Теперь перейдем к следующему соку. Очень-очень вкусный сок. Когда у нас есть яблоки, мы можем сделать освежающий сок из яблок и сельдерей. А сколько можно хранить свежевыжатый сок в домашних условиях? Свежевыжатый сок в домашних условиях лучше всего хранить, чтобы он самый целебный был. Не более 10 минут. Это самый целебный сок. А если так потерять какое-то там количество полезных веществ, ну, я думаю, в течение 5-6 часов вполне может стоять. Правда, стоится, расслоится. Но, тем не менее, можно использовать. Яблочная сельдеревы. Удивительный сок по своей силе, по своему воздействию. Сельдерей давайте побольше. И мы приступаем. Сельдерей, конечно, замечательный овощ. Его можно и с морковью смешивать. Но вот с яблоком интересно будет попробовать. Яблоком будет самое вкусное. Такой сок от малокровия. Нет. Нет? Это еще не от малокровия. Это сок для силы, для здоровья. А от малокровия существует специальный сок. И мы его сделаем. И еще одна яблочка. Ага. Смотри. Как вот целиком прям яблоко. И с косточками, и с плодоножкой, и с хвостиком. Это очень хорошая сутовая жмалка. Поэтому можно делать соки вот в таком количестве, с плодоножками и со всеми костями. А яблочный сельдерейный сок дает силы, вы говорите. Да. Он дает силы и очень освежает. Очень освежает. И я особенно рекомендую его детям. Рекомендую детям. Рекомендую, конечно, и взрослым. Но детям он особенно понравится. И пожилым. Итак, вот смотри. Видишь, уже начинается расслоение. Да. Вот начинается, чтобы вы посмотрели, уже он был беленький. Когда пенка здесь была. И начинается уже окисление. Почему я и сказал, что в течение 10 минут. На самом деле, вот как только он приготовился, сразу же надо выпивать, чтобы все полезные свойства его перешли в наш организм. Ну-ка, Танюша, сейчас попробуешь вот эти вот соки. Очень свежий. Вот этот сельдерей, конечно, дает. Ну. Геннадий Петрович. Выскажи, что у меня. Я бы поспорила, что вкуснее. Я должен сказать, почему Танюша так реагирует. Потому что, знаете, мы часто встречаем в своей жизни вкус сладкий, вкус цитрусовый и так далее. Но изысканного яблочно-сельдерейевого вкуса мы практически никогда не встречаем. Да. Такое освежающее. Действительно изысканное. И как у нас эмоции сразу. Абсолютно верное слово. Абсолютно точное определение. Потому что чувствуется здесь порода. Вот я бы так сказала. Очень породистый сок. И при этом он не вызывает никакой сладости. Он именно утоляет жажду и дает нам силы. Поэтому вот этот сок также по стаканчику утром, вечером или чередуя вы можете использовать для того, чтобы передачи, последачи укрепляли свой организм. Очень полезная вещь. Имеет смысл отметить, что сорт яблока важен. Потому что здесь такая тонкая сладость, неприторность, а именно сладость. И, наверное, яблоко само должно быть, то, что говорят, кисло-сладким. То есть обязательно сладкое должно быть в яблоке. Да, здесь действительно сельдерей пускай будет и черешковый. Можно использовать и сельдерей. Корень. Корень, да. А вот яблочки берите сладенькие. Да, Геннадий Петрович, вот это передача. Удивил. Вообще. Удивил. Вот это мы с вами сейчас напьемся. А теперь как раз о том соке, который способствует кровотворению. Он не только способствует кровотворению, он также укрепляет организм, он также придает какой-то нежный вкус, который редко встречается у нас в жизни. И я бы этот сок рекомендовал всех лицам, которые страдают от малокрови. Это как профилактика от малокрови. И более того, это будет прекрасная профилактика от любых онкологических заболеваний. И знаете, как бы сказать, почему? Я ссылаюсь еще на Вангу, которая говорила, что рак будет побежден железом. А где-то железо взять. И оказывается, вот это железо, хоть его и мало в яблоках, но оно есть. И оно усваивается великолепно. Хоть его мало в свекле, но оно усваивается еще лучше из свеклы. И представляете, поднимает иммоглобин буквально-таки в течение 10 дней до нормы там. А хотят человека, хотели там ловить в больницу. То есть в течение 10 дней, когда человек пьет свекольный сок, поднимается гемоглобин? И скажу из практики. Жена была беременна вторым ребенком, у нее был низкий гемоглобин. Хотели положить в больницу. Я говорю, так, давай спить сок яблочный свекольный. Я проследил, сам делал, поел. Через 10 дней кровь фонтанировала. Итак, делаем теперь вот этот сок. Свеклу есть невкусно, да? Ну, на любителя, что называется. На любителя. Вообще свекла сильный довольно-таки продукт. Очень яркий у него вкус. Яркий специфический, поэтому мы как-то так не привыкли. Нет. Хотя со сметанкой с чесночком иногда. Это свеколка. Но не свежую. Дело в том, что свежую все-таки со сметанкой и с чесночком. Свежую, свежую я ела. Свежую? Да, но много ее все равно не съешь. Хорошо. Ну, смотрите, вот мы возьмем половинку. Половинку только, да? Половинку. Ну, можем и все взять. И начинаем таинство приготовления соков, который дает и красоту, и укрепляет организм, и защищает от онкологии. Сам цвет сока будет, помню. Да. Вот. Здесь очень важна пропорция. Соку мы берем одну часть, а сколько яблок, четыре, а то пять. Ну, и еще одно. И вы знаете, вот, когда особенно хорошо, я использовал вот этот сок после бани. баня, значит, сначала я делал пробежку, там примерно минут на тридцать, потом шел в баньку, распарился. И после этого первая моя еда, это был вот этот вот сок. И представляете, у меня даже из желчного пузыря вышли такие твердые камушки, которые буквально-таки напоминали семечки. Вот обголовинные семечки. Итак. А почему именно такая пропорция? На одну свеклу четыре яблока? Четыре яблока, потому что свекла очень сильный овощ по своему воздействию на организм. И если выпить просто сок, а даже две столовые ложки, у вас возникнет головокружение, смотрю у кого. Может быть, даже травота быть натянуто. Свекла открывает различные закупорки в организме, прекрасно очищает печень. Правда? Да. Это хорошо. А сейчас как раз Танюша сама скажет, правда это или нет. Ну, в смысле, вот по вкусу сока ей понравился яблочный седель. Деревья, да. А теперь вот этот сок. Как она оценивает? Я перед тем, как его оценить, хочу очень порадоваться, что есть вкусное, целебное и очень приятное, я уже это вижу по цвету, средство по очистке печени. Потому что вот, ну, женщины молодые начинают, значит, друг друга рассматривать. Тут что-то, типа какие-то веснушки, тут чего-то, и все говорят, это печень. И все, ну, как же ж быть? Вот. Вот вам ответ. И кровотворное средство. Свекла пахнет. Какая удачная тема у вас сегодня, Геннадий Петрович. Очень хорошо. Здесь сочетается вкус яблок, такой сладенький, добавляется свекла, и опять-таки повторяется какой-то неповторимый вкус, получается неповторимый вкус, который, ну, буквально-таки, знаете, вот в него сразу же влюбляешься. И как средство прекрасное от полокровия. Да. Для защиты от онкологии. Да. И удивительно. Вот тот же самый сорт яблок только что был в сельдереево-яблочном соке. Кислинка от яблока там не чувствовалось совсем, потому что, наверное, свежесть сельдерея задавала такую главную солирующую ноту, и кислинка, яблочко уходило, у яблока была сладость. А здесь послевкусием почему-то идет еще кислинка яблочная. Удивительно. И вот эта вот кислинка как раз способствует тому, что она воду будет удерживать внутри организма. И мы будем, ну, меньше потеть, лучше себя чувствовать и не обезвоживаться. Я вам, конечно, признаю, что я уже наелась. Кстати, кстати, вы можете действительно выпить стакан всего лишь на все вот этого свежевыжатого сока, свекольного, яблочного, позавтракать. Позавтракать, да. И даже можете поужинать. Поужинать вообще прекрасно. Только надо быстро засыпать. Сколько, кстати, перерабатывается по времени сок? Сок усваивается очень быстро, он усваивается, потому что там имеется и структурированная вода, и ферменты. Он сам себя переваривает, усваивает, еще питает наш организм, поэтому он еще будет дополнительно очищать лимфу от всякого рода там токсинов и так далее и того подобного. Поэтому практически у нас никакой тяжести нет. Теперь смотрите, мы возьмем, что это у нас? Кабачок. Кабачок. И сделаем теперь сок из кабачка с морковочкой. Морковку мы особо не использовали. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Что в качестве основы всегда берите либо яблоки и смешивайте с ним все остальное, либо морковь и с ним уже смешивайте все остальное. Итак, мы с вами делаем... Помыть? Давайте. Давайте, красненько. Мы с вами теперь делаем сок из кабачка. Только из кабачка? Мы сделаем из кабачка и ты попробуешь. Чтобы знать, какой он, да? Давайте. А потом... Чуть-чуть морковки. Не чуть-чуть. Нет? Основа. Кабачка мы возьмем с вами одну часть, а морковки три или четыре. Так. Все у нас есть. Ну сок из кабачка я вообще буду впервые пробовать, так что надо сконцентрироваться на искреннем желании. чтобы его загадать и успеть оформить. Так. Так. Сок из кабачка. Немножечко для пробы. Очень красивый цвет. Цвет красивый. Такой зеленовато-желтый. В бананово-лимонном Сингапуре. Ага, ну давай. Помните? Вот это, наверное, бананово-лимонный. Попробуй только слегка. Пить не хочется. Ни о чем. Да. Пить не хочется. Все это мы сюда. Сливаем. Это как-то землей почему-то отдает. Удивительно. Это действительно, да. Он отдает землей и не особо приятен на вкус. Но тем не менее, в нем содержатся питательные вещества, которые также необходимы нашему организму. А теперь мы его сделаем морковно-кабачковым. И почувствуем разницу, да? Вы как дирижер. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Прекрасный рыжий цвет. Кстати, за счет одного цвета сок уже воздействует на организм человека. Значит, он уже будет стимулировать наши как бы свои творческие силы. Он будет стимулировать нашу активность. Он будет стимулировать обмен веществ. И пробуем. Сейчас спою, Геннадий Петрович. Хорошо. Потому что уже наелась. А немножко попробуй. Главное, чтобы морковка была сладкая. Главное, чтобы морковка была сладкая. И вопрос, конечно, по поводу жирка. Вот я знаю, что вы не любите, когда в морковный сок добавляют капельку оливкового масла или там сметанки, или там молочка. А почему вы этого не любите? Никаких жирков не надо. Потому что все славится и так великолепно. Это просто, чтобы вам впарить еще к морковному соку, сливок и так далее. и так далее. У меня предложение. Все славится так, как надо. А давайте в этот сок добавим еще сельдерея. Вот в этот же. Давайте. Ну, экспериментаторы, химики. Давайте сделаем вторую часть. Вот так как аромат сельдерея уже пошел, я уверена, что вот этот сок на основе моркови с кабачком и сельдереем наверняка уже будет законченным таким. Вот этот зачет. Больше, больше свежести теперь стало здесь, да? Вот это зачет. Хорошо. Очень хорошо. И очень уже хочется уже хочется петь. Помните, как в этом? Хорошо, можешь петь. Ну, я смехом. Как будто мы сытно наелись. Чего-то такого добротного, но тоже легкого и приятного для нашего желудка. Да. Это в мультфильме кот-пес что-то такое, когда он наелся, этот волк, и сидит в украинской деревне, в хате, под лавкой, и говорит, сейчас спою. Вот это примерно такое же состояние. Очень вкусно. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам. Присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч!